Здравствуйте, это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. Строительство здания епархиального управления продолжается в Хабаровске. Его возводят на улице святителя Иннокентия Московского около Спасо-Преображенского кафедрального собора. Закладка камня в основании епархиального управления состоялась 5 сентября прошлого года. Сейчас рабочие занимаются заливкой полов и стен здания. Бетономешалка на этой стройке работает последние дни. Во всем здании уже залиты стены и полы. Осталось дождаться высыхания. Теперь монолитный каркас рабочие будут облагораживать. Начинаются кровельные работы, монтаж окон, штукатурка здания, возведение внутренних перегородок. Строит здание епархиального управления компания, за спиной которой несколько возведенных домов и торговых центров в Хабаровске. Опыт есть, в график укладываются. Парцентов на 45-50 мы уже работу выполнили. Самые большие работы – это подключение наружных сетей, которые пока в данный момент еще не производились. Будет выполнено, наверное, в ближайшем месяце. Закладка камня в основании епархиального управления состоялась 5 сентября прошлого года. Землю выделила администрация города. Строится здание за счет благотворителей. Раньше помещения отделов Хабаровской епархии располагались на территории Христорождественского собора в здании бывшего детского сада. Пять лет назад его передали русской классической школе, а управление переехало в духовную семинарию. Количество студентов в семинарии с каждым годом увеличивается. И помещение, которое занимает епархиальное управление, необходимо для обучения студентов. В проекте здания уже расписано конкретное расположение. Цокольный этаж отдадут под епархиальные склады. Оттуда приходы Хабаровской епархии будут получать церковный товар – иконы, свечи, книги, ладан. На первом – архиерейская трапезная, конференц-зал. На втором этаже – кабинета управления, митрополита, архив. На третьем этаже будут гостевые комнаты и домовый храм. Мы очень хотели бы осветить в честь наших новомучеников и исповедников хабаровских. Будда скоро состоится заседание Священного Синода, на котором, мы очень надеемся, будут прославлены в лике святых наши новомученики. Сдать в эксплуатацию здание епархиального управления планируют до конца этого года. На этом же участке планируется построить новое здание для русской классической школы, а в старом – открыть православный детский сад. 26 августа православные верующие отмечают День памяти святителя Тихона Задонского. Жил он в 18-м столетии, а после кончины был торжественно причислен к лику святых чудотворцев церкви. Преподобный монах стремился к простой жизни и пище, не стеснялся тяжелого труда и прославился искренней любовью к Творцу. За свои заслуги перед Господом он получил титул епископа, что позволило Тихону расширить благотворительную деятельность. В начале 18 века в одной деревеньке под Новгородом жила в крайней бедности одна семья. Отец их, бывший дичком, рано умер, и сироты его остались в жуткой нищете. Мать даже хотела отдать младшего сына своего Тимофея на воспитание чужим. Но божьим промыслом молец избежал с сиротской доли и был после отправлен матерью в Новгород на учение в духовную семинарию. По окончании курса остался Тимофей в училище преподавателем, но все более он задумывался о монашестве. И как-то раз, стоя на колокольне, дораздумывая о насущном, вдруг перила колокольни обломились, и лишь неведомая сила спасла его от падения, отдернув назад. И тогда Тимофей принял окончательное решение – принять постриг и посвятить свою жизнь служению Господу. Всего через пять лет Тихон, с таким именем был пострижен в монахе Тимофей, уже назначен епископом Воронежской епархии, глухой, покрытой дремучими лесами, где скрывалось множество старообрядцев, сектантов и язычников. Святитель Тихон ревностно боролся с языческими традициями населения. И однажды, когда горожане устроили в центре Воронежа праздненство в честь языческого бога Ярилы, епископ явился на площадь, и его пламенная речь так повлияла на язычников, что они со слезами на коленях молили святителя о прощении. И никогда более в Воронеже языческие праздненства не устраивались. Воистину неутомим был воронежский епископ Тихон в устроении родной епархии. Повсеместно открывал он школы, с упорным постоянством проповедовал народу о почитании церкви и священников ее, поучал и требовал у богатых милосердия к беднякам. Но, к сожалению, здоровье святителя так ухудшилось, что вынужден он был уйти на покой. Раздав все свое имущество, он удалился в Задонский Богородский монастырь, где прожил последние 15 лет своей жизни, трудясь на ниве литературных и богословских писаний и, несомненно, в молитве. Святитель Тихон обладал многими дарованиями, в том числе и чудесами предвидения, не счесть его добродетельных качеств. Через 63 года после его смерти были открыты его нетленные мощи, и позже, в 1861 году, он был причислен к лику святых. 26 августа. День памяти святителя Тихона Задонского. Русская классическая школа в Хабаровске открылась пять лет назад. Главная цель в обучении детей – духовное, нравственное воспитание. О наборе в образовательное учреждение мы сегодня поговорим с гостем нашей программы. У нас в студии Елена Карагодина, директор русской классической школы. Здравствуйте. Добрый день. Елена Витальевна, давайте расскажем о том, как создавалась вообще русская классическая школа, как пришла идея, как это все начиналось. Ну, наверное, идея пришла больше как не создать школу, просто чтобы ее создать, а от родительского беспокойства за будущее своих детей, за их образование, за то, чтобы они с радостью ходили в школу, хорошо учились, и чтобы у них этот интерес и радость сохранялась на долгие школьные годы, чтобы у них воспоминания о школе были самые светлые, чудесные, прекрасные. И так как у нас старший сын обучался в общеобразовательной школе, мы столкнулись с тем, что не всегда понятные задания, дети быстро теряют интерес к учебе, то есть программа в принципе не русская, и приходилось помогать, и даже мы не всегда могли помочь своему ребенку с выполнением заданий. Соответственно, ну, ребенок ходил уже как бы без особого интереса, но ходил. Поэтому вот, когда я первый раз услышала презентацию «Русская классическая школа», она длилась всего 20 минут, мое сердце загорелось. Ну, это как бы такая вот мечта, наверное, многих родителей ответственных, многих педагогов, которые любят свою профессию, которые любят детей, которые сердце своим детям отдают. То есть это программа «Русская классическая школа», потому что основоположником ее выступает, ну, как бы, Константин Дмитриевич Ушинский, это отец русской педагогики. Кстати, в этом году ему было 100 лет, и в России праздновали это событие, и даже фильм очень хороший создали, вот, да, по этому событию. Поэтому, когда мы, я принесла это все мужу, мы все это посмотрели, и родилась вот такая идея, что почему Хабаровский бы не создать такую школу. И как-то сразу появились единомышленники, люди, которым было не все равно, и которые тоже переживали не просто даже за образовательный вот этот момент, да, а за воспитание, за духовно-нравственное встановление ребенка, чтобы он был в кругу своих единомышленников, для которых духовность, принципы, которые закладываются в душу ребенка, которые основаны на традициях русского народа, на семейных ценностях, вот это все для нас очень важно. И, конечно, когда такое вот богатство есть, и оно уже создано в России, мы просто взяли как жемчужину и попытались реализовать на Хабаровской земле. Елена Витальевна, сколько сейчас детишек обучается в школе, и сколько классов вообще организовано? Ну, так как мы молодая очень еще школа, поэтому детишек около 140, классов 10 по количеству, но по классам их 6. 6. Да, то есть мы берем обычно каждый год принимаем детей только первого класса. У нас раздельное обучение, два класса, один класс мальчиков, один класс девочек. И поэтому вот, ну, как бы по количеству 10. Ну, вот в старшем звене мы сейчас вот соединяем их. Ну, потому что все это все равно зависит от количества помещений. То есть можно было их и дальше раздельно обучать, но вот помещений немного, поэтому вот исходим из того, что есть. А педагогов сколько у вас? И кто эти педагоги? То есть это уже конкретно они работают в вашей школе? Или есть, которые, да, там, например, в одной школе работают и приходят к вам, как-то называется правильно, совмещают. Ну, вот есть разные, да, педагоги. Основной коллектив единомышленников – это, конечно, педагоги с высшим педагогическим образованием, все с православным вероисповеданием, все с большим опытом работы в общеобразовательной школе. И когда они услышали, что создается такая школа, они решили попробовать и тоже загорелись, как бы, да, сердцами прийти и вот, то есть реализовывать эту программу в Хабаровске. Есть немного педагогов, которые, да, совмещают, но совмещают, например, музыка, да, у нас вот есть замечательный педагог Надежда Эдуардовна Никуляк, вот у них ее муж, и она, они поющие, они проработают в храме, в воскресной школе занимаются с детьми, и у нас ведут музыку. А основные предметы, конечно, у нас ведут педагоги, которые только у нас работают, потому что программа очень объемная, интенсивная, она с углубленным изучением русского языка, с углубленным изучением математики, истории, которая преподается с первого класса, и поэтому очень много требуется времени для подготовки, и совместить, наверное, здесь не получится. Вот вы говорите про предметы есть, математика и русский, и все, но все-таки чем отличается ваша школа от обычной, да, общообразовательной школы? Ну, я думаю, что, во-первых, укладом, да, укладом школы, немножко, да, попозже объясню, основными принципами и акцентами, да, что для нас главное, что второстепенное. Основными принципами для нас является природосообразность, культуросообразность и осознанность обучающего процесса. Что это такое? Природосообразность, она предполагает, что дети, обучаясь по данной программе, они опираются на свой опыт, который имеют, например, в первом классе, потом во втором, в третьем, и поэтому программа выстроена Константином Андреевичем Ушинским таким образом, что им всегда все понятно, то есть они опираются как бы на себя и идут уже, да, то есть выше и выше по уровню усложнения. Культуросообразность программы заключается в том, что, ну, это еще очень актуальная тема на сегодняшний день, да, потому что вот Константин, опять же, Дмитрий Ушинский говорил, что народ, который не знает свою историю, обречен делать постоянно одни и те же ошибки, да, и все проблемы в России от незнания России, да, истории России, истории отечества, поэтому вот такие великолепные учебники для начальной школы, да, их 8 учебников, на каждый год по два, для чтения детям нашими педагогами погружают, ну, как бы, ребенка в сознание русскости, да, кто ты, почему ты русский, откуда твои корни, ну, а осознанность можно выразить такими словами, покажи мне, я забуду, да, расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, сделай со мной, я навсегда, как бы, да, тоже так же буду делать, поэтому в этой методике и в нашей школе очень много таких вот, то есть вещей, дети проходят предметы, математику, русский, литературу, мы пытаемся, чтобы все через руки у них проходило, то есть листоматематика, очень много счетного материала, они все у нас мерят, литры наливают, дорогу измеряют, вокруг школы периметр, то есть вот эти все вещи, которые должны заложиться, уже навсегда, да, то есть очень много вот всего вот этого, ну, и акценты, да, все-таки, если образование рассматривать как обучение, развитие и воспитание, воспитание здесь на первом месте. А про уклад хотелось бы, да, спросить, школы, каков уклад? Ну, уклад, это такое, да, вообще понятие, да, слово такое, старое, да, какое-то слово, уклад, это вообще устав, да, уклад, да, то есть это очень здорово на самом деле, потому что это позволяет как-то размеренно, уже не задумываясь о каких-то таких вещах, то есть жить, да, и это успокаивает очень психику, снимается неврозы, то есть никаких стрессов, потому что у тебя изо дня в день как бы вот определенно есть уклад. Уклад в нашей школе тоже есть, да, такой, хотя она недавно, вот, у нас начало дня начинается с молитвы с детьми, мы, ну, такая кратенькая молитва, но тем не менее мы просим благословения Божие, чтобы Господь нам помог в нашем учении, то есть детям все очень понятно. А в конце всех уроков мы благодарим, да, Бога и молимся за своих учителей, родителей, наставников, чтобы тоже о здравии, вот, потом иногда по большим праздникам мы все вместе выходим в храм, участвуем в богослужении, много у нас такого, что, то есть как бы, да, что вот воспитать волю ребенка и как бы вот можно только через труд, да, вот много вот таких трудовых дисциплин, то есть здесь не только дежурят в классе, но и делают сами скворечники на трудах, например, ремонтируют те же стулья, на которых сидят, да, то, что формирует бережное отношение к школьному имуществу. Есть у нас свое школьное поле, вот, на котором дети учатся садить картофель, а потом его выкапывать, на самом деле для современных детей, не которые первый раз вообще увидели, как это делается, да, то есть это вот мы раньше, у нас это было много, вот, поэтому, ну, и другие такие мероприятия, которые уже как бы вот у нас ежегодные, походы, мы постараемся, да, раз в год, два раза в год сходить обязательно в поход, на хекцир мы ходим, вот, в этом году ездили на сплав по реке Ки, и, конечно, это все такое входит в такое, да, вот в жизнь школьную, позволяет детям вместе быть и в учебе, и на природе, и вот учиться друг у друга, вот, и с нашей помощью, и с Божьей помощью, каким-то вот навыкам, умениям, да, вот, и возрастать в этом. Елена Натальевна, как попасть к вам в школу, то есть кто может обучаться, кого берут, кого не берут? Не знаю. Ну, вообще, как бы, кто приходит, мы никому не отказываем, беседуем со всеми, но, конечно, берем не всех, вот, ну, наверное, у нас учатся дети, которых любят очень их родители и хотят для них самого лучшего, но исходя из духовно-нравственных ценностей, да, то есть вот если родитель понимает, что для ребенка важнее всего его душа, что дух, ну, как бы, вот его духовное становление, вот, тогда, наверное, он совпадает с нами, он приходит, он согласен и с нашим уставом, не хочет его переделать под себя, он согласен выполнять определенные условия, например, у нас дети без телефонов, да, в школе находятся, и мы рекомендуем очень, конечно, проконтролировать, запретить всем выкинуть телефоны, в современном мире очень сложно, настолько это все вошло уже в наш быт, но ограничить максимально, да, то есть мы всегда, да, за это, чтобы ребенок, хотя бы в начальной школе, то есть развивался, да, развивался вот посредством вот окружающего мира, чтобы он это все познавал, вот, и поэтому если согласны родители и готовы с нами сотрудничать, мы ребенка берем. Спасибо за беседу, Елена Витальевна. Сегодня у нас в студии была Елена Карагодина, директор русской классической школы. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Дальневосточники отметили праздник преображения Господня, оно посвящено одному из ключевых событий Евангелия. Чтобы утвердить апостолов веры, Иисус возвел Петра Иоанна Иакова на гору Фавор и преобразился. Лицо Христа просияло, как солнце, а одежды стали белоснежными. В торжество в главном соборе края службу возглавил митрополит Артемий. Он напомнил о событиях священной истории и призвал верующих к личному преображению души. На праздник верующие взяли с собой в храм фрукты. У православных есть традиция на преображение приносить Господу начатки, то есть первую часть урожая. В Греции это виноград, а в России ко времени торжества поспевают яблоки. Торжество для Спаса Преображенского собора – престольное. В честь преображения Господня освящен главный храм края. Поклонный крест осветил глава Преамурской митрополии в Хабаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов номер два. В заведении проживают около 300 человек, кто совсем одинок, от кого-то отказались родственники, а кто-то стал беспомощным после аварии или другой беды. Без Божьей помощи, по словам руководителей интерната, не обойтись. Она нужна не только подопечным, но и сотрудникам. Кстати, руками последних был сделан поклонный крест. Общение с православной церковью тоже происходит по желанию работников и постояльцев. Сейчас строят совместные планы – создать здесь аллею в честь святых мучениц веры, надежды, любви и их матери Софии. А еще построить цирковь, ведь далеко не все подопечные могут посещать хабаровские храмы. В Хабаровске военные начали обучаться искусству колокольного звона. Занятия стали проходить на территории штаба военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Проводить их представители православной церкви попросило командование, так как в этом году здесь был построен храм. Уроки бойцам каждую неделю дает звонарь Христо-Рождественского собора Ольга Кудряшова. Ей нужно научить военных разным видам звона. Например, благовесту, праздничному трезвону, водосвятному. Колокольня находится у церкви в честь иконы Богородицы «Взыскание погибших». Она построена как храм-памятник погибшим героям на личные средства военных и благотворителей. Стоит храм на месте разрушенной в советские годы Алексеевской церкви. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok